Это программа «Место происшествия» в студии Татьяна Зеленова. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут обзор чрезвычайных событий в нашем городе. В минувшие выходные для всех горожан был большой праздник – День рождения Краснодара. Некоторые отмечали его особенно бурно. Этой ночью несколько мужчин затеяли драку во дворе по улице Артезианской и напугали местных жителей. Они, в свою очередь, вызвали полицию. В результате потасовки одному из мужчин были причинены телесные повреждения, в том числе огнестрельное ранение ноги. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена изъята одна гильза, а также баллончик с газом. Сейчас краснодарская полиция проводит проверку, выясняет причины конфликта и устанавливает всех его участников. Невнимательность и пренебрежение правилами закончились смертью на трассе в районе поселка Колосистой. Автомобиль «Лада» пошел на обгон КамАЗа и столкнулся в лоб в лоб с «Хиндай». Водитель отечественной легковушки погиб. Второй частник аварии находится в больнице с травмами различной степени тяжести. На Буденовой и Березанской автомобиль пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ауди». Обе машины получили серьезные повреждения, а водители госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В воскресный вечер улица Красная. Казалось бы, спешить некуда, но водитель «Мерседеса» ехал на повышенной скорости. В итоге он столкнулся с «Лексусом». Автомобиль сменил траекторию движения, наехал на бордюрный камень и заборчик, а затем перевернулся. Эх, ну не получается у краснодарцев ездить по кольцам. Гнут бамперы и бьют фары в стандартных местах. Одно из них на Селезнево. Как часто бывает, белый кроссовер выжидал, а черный седан спешил. Ну а дальше все как обычно. В это же время на другом кольце, что на Восточно-Кругляковской, белый «Мерседес» не заметил перед собой темное препятствие и даже его объехал. Ну, почти объехал. Ну а финалом дня стало противостояние немецких автопроизводителей. Черный, как ночь БМВ свежего выпуска, активно тормозил перед поворотом. Жаль, что легендарный «Мерседес» начала 90-х такой же эффективной тормозной системой похвастаться не смог. Машина – это не только средство передвижения. Иногда она помогает и в других делах, причем не в самых чистых. Один из чиновников воспользовался автомобилем, чтобы получить взятку. В центре внимания сотрудник Краевого Министерства природных ресурсов. Пользуясь служебным положением, он предложил директору Новороссийского лесничества льготы и помощь по службе, а взамен потребовал полмиллиона рублей. По данным требованиям мужчина сообщил в орган Средственного комитета России. 14 августа 2020 года фигурант встретился с заявителем и прошел с ним к своему автомобилю. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег. На него завели уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Чтобы получить чужие деньги, не обязательно их вымогать и кому-то угрожать. Есть схемы, по которым жертвы отдадут свои кровные добровольно. Так произошло накануне с одной из жительниц юбилейного микрорайона. Женщина захотела купить цветы на одном из сайтов в интернете и попалась на удочку 22-летнего мошенника из Анапы. Сумма заказа была больше 7 тысяч рублей. В качестве залога потерпевшая перевела мужчине на счет больше 3 тысяч рублей. Своего заказа она, конечно же, не дождалась и сообщила об этом в полицию. Мужчину задержали, он во всем признался и сообщил, что деньги уже потратил. За такую хитрость ему светит до двух лет заключения. На этом выпуск криминальных новостей нашего города подходит к концу. Если вам есть чем поделиться, сообщите нам по телефону или в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok